Капитан команды Мастер Сатурн, Даниил Борисов. Даниил, дай свой комментарий по сегодняшнему матчу. С победы вас 2-0 против Торпеда. Да, долгожданная победа. Наконец-то осуществили план на игру. Вот, все получалось, как и задумывали перед игрой. Всю установку, я считаю, выполнили парням. Большой, так сказать, респект за то, что выкладывались в каждом эпизоде и проявляли свой максимум. Все, я доволен игрой. А как оцениваешь сегодня игру опорного своего полузащитника, Несмачного Артема, который со стандарта забил мяч головой? Скажу так, наконец-то у нас получилось осуществить эту комбинацию. Сколько мы ее отрабатываем, отрабатываем. Ну и Жохов хорошую подачу выполнил. Как бы, что тренируем, вот оно и получилось. Даниил, поздравляю еще раз с вас с победой. Вам всего доброго. И в последнем туре тоже так желаю победы. Спасибо. Первого круга. Всего доброго. Главный тренер, ОР номер 5, Мастер Сатур, Мазур Олег Андреевич. Олег Андреевич, с победой. Дайте ваш комментарий по сегодняшнему матчу против Торпена. Спасибо. Игра хорошая была. Мне понравилось, как мы действовали. Да, может быть, не совсем реализовали то, что было. Но, в принципе, по сценарию, по игре все достаточно неплохо. Да, был эпизод в игре, когда промежуток, когда немножко прижались. Но это стоило ожидать. Сопернику терять нечего было. Они пошли большими силами. Где-то мы немножко там запаниковали. А так все неплохо. Олег Андреевич, достаточно много стандартов. И всего лишь одна, можно сказать, такая реализация. Один гол. Что делать с этим? Ну, я хочу сказать, это уже неплохо, что есть реализация. Поэтому это хорошо. Но, действительно, в этом сезоне, наверное, мы в первый раз в игре имели столько угловых. И хорошо, что забили хотя бы один. И был еще момент спорный. Зашел, не зашел мяч с прямого удара, с углового. Поэтому самое главное, что на всех этих стандартах все они были опасны. Это самое главное. Там где-то соперник хорошо сыграл. Но, в целом, мне понравилось, что ребята отработали эти стандарты достаточно агрессивно. Олег Андреевич, и напоследок поздравляю вас с прошедшим днем рождения. И желаю всего-всего самого наилучшего. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Даниил Либерман, полузащитник футбольного клуба «Торпеда Москва». Даниил, твой комментарий по сегодняшней встрече? Ну, что мне сказать? Ну, я не знаю, что по поводу игры сказать. Ну, что не получилось? Ну, не хватило мастерства нам просто, чтобы реализовать моменты. Ну, по самоотдаче все нормально. Ну, никому претензить. Просто ошибки детские какие-то допускаем. Вот второй гол это потеряли в центре. Нам забили. Спасибо большое. Вам всего доброго. До свидания. Васильев Александр Николаевич, главный тренер футбольного клуба «Торпеда». Александр Владимирович, на всякий случай. Смирнов Александр Владимирович, прошу прощения. Прошу прощения. Смирнов Александр Владимирович. Александр Владимирович, дайте, пожалуйста, свой комментарий по сегодняшней встрече. Ну, комментарий игры как таковой нет у нас в последнее время в силу того, что у нас отсутствуют четыре игрока основных. Да, поэтому результат, наверное, закономерный. Потому что те ошибки, которые мы совершаем, в общем-то, конечно, это никуда не годится. Вот, ну, поэтому, хотя в первом тайме могли и забить, то есть были моменты какие-то. Ну, в обороне, конечно, плохо играем, плохо. А какие были установки на второй тайм, потому что, ну, это все перевернуло ход весь игры? Да, в принципе, первый тайм, я еще раз говорю, что был нормальный с точки зрения и борьбы, и движения, и нормально играли. Ну, видите, как говорится, один стандарт, он решил исход. То есть нам со стандарта забивают уже какую игру, то есть, как говорится, им объясняешь, объясняешь, но пока так. А с чем связана замена Александра Александрова по первому тайму? Ну, он уступал своему визави, значит, он много пропускал за спину, поэтому и поменяли. Александр Владимирович, вам большое спасибо и дальнейших побед. Всего доброго. Извиняюсь.